Девушки отдыхают И тогда я представить не мог, что увижу тех, кто был на площадке Это был гонбол, это был гонбол по белорусскому телевидению Сергей Новиков, комментатор, Скаминск Спартак Петрович Миронович, Коршакевич, Шароваров, Миша Якомыч и Андрей Барбашинский Андрей Барбашинский у нас в студии, добрый день, Андрей Добрый день, студия, добрый день Я начну, наверное, сдалека, дело в том, что Андрей Барбашинский, он родом из Ашмян Наш, Гродненский, вот, Андрей, как все-таки так получилось, что в Ашмянах и гонбол? Откуда там зародился? В Ашмянах одна из самых старых детско-юношеских спортивных школ, которая была родоначальником гонбола У нас другого вида спорта, к сожалению, на тот момент, когда я начинал, не было Поэтому или гонбол, или ничего Компьютеров, планшетов не было, поэтому... Абсолютно Абсолютно Меня так косо посмотрели Пришлось очень долго оправдываться И вот тогда я узнал, что Андрей Барбашинский Кейзашмен Андрей, ну, насколько я помню Из ваших интервью, очень рано вы и уехали из дома И перебрались уже в Минск В каком это было возрасте, как так получилось? Это был седьмой класс То есть вы уже взрослым стали в седьмом классе, получается? Ну, я не думаю, что я стал взрослым Я, наверное, подавал перспективы, поэтому были селекционеры, которые передвигались по всей стране У нас был один-единственный спорт-интернат в Минске Куда отбирали со всех городов лучших, перспективных молодых людей И родители отпустили вас? Вы знаете, это тоже такая трогательная история, когда пришло приглашение Мы, как детвора, у нас не было возможности заниматься, как сегодня, в планшетах или в компьютерах Мы играли во дворе Мама вышла на балкон и позвала Позвала домой Я поднялся на четвертый этаж Почему-то у мамы были красные глаза, но она не плакала Сидел отец и мама Вот пришло приглашение в интернат И отец спрашивал, поедешь или останешься? А я достаточно хорошо учился Ну, я, как всем мальчишкам, говорю, конечно, поеду И побежал дальше Дальше, когда мы разговаривали дома, в кругу семьи, у нас произошло то, что отец настоял, чтобы не испортить мне жизнь Чтобы я потом, когда вырасту, не сказал своим родителям, что они помешали мне в развитии В таком-то спортивном Но никто не знал, что из меня может получиться Но ведь в очень юном возрасте вы попали и в СКА сразу же, а к Спартаку Петровичу Мироновичу Ну, наверное, подавал перспективы А, Спартак Петрович Миронович, наверное, вот гонбол равно Спартак Петрович Миронович в Беларуси по-другому, наверное, не получается Ну да, это, наверное, на сегодняшний день не только в Беларуси, во всем мире Насколько вот с ним было, не знаю, как с тренером сложно, либо легко Либо именно благодаря ему удалось стать чемпионом Олимпийским Вы знаете, то, что происходит сегодня и то, что было раньше, это, ну, разные размеры, я бы так сказал, да Если мы посмотрим, это 39 и 47 Это немножко разное восприятие всего, то, что было тогда и то, что есть сегодня Спартак сегодня, Петрович, стал мягче, добрее Он помудрел, поздравил То есть раньше было жестче? Раньше это было что-то с чем-то Например? Ну, мы все знаем его привычки, мало ли что бывает в жизни Мы молодые ребята, и когда Спартак Петрович приходил Знаете, вот Коршакевич называет, Сергей Петрович Я говорил все время, Спартак Петрович Я даже путаюсь, надо как-то будет Спартак Петровича спросить, как ему приятнее, чтобы к нему обращались Если он приходил, мы говорили, если Петрович надут, ждите беды То есть всю свою, скажем так, негатив, который он заполучил, не знаю, дома, в дороге, на прогулке с собакой Мы ощущали всеми фибрами своего тела То есть отрабатывали от руководителя команды? Да, да Хорошо, немножко так перепрыгнем В 88-й год сборная СССР тогда еще становится олимпийским чемпионом в Сеуле И уже в 92-м году, когда большая страна, в общем-то, перестала существовать, либо переставала существовать Тут по-разному в истории говорят На Олимпиаду поехала команда по гонболу, которая в том году, насколько я помню, мы так болели, что... Мы, наверное, проиграли все Все, что были, мы готовились В 88-м? Нет, в 92-м, когда вы готовились, когда ваша команда была И шансов, наверное, никто не ставил на вас Мы в 92-м году проиграли все турниры Я скажу больше, что мы последние два турнира официальных только выиграли И опять же, мы их выиграли во Франции И никто не мог сообразить, потому что все списали на тот момент еще сборную Советского Союза со счетов Сказали, ну что, это ни о чем Мы очень долго ждали подтверждения наших друзей, коллег, которые в 88-м году стали алимпийскими чемпионами Но, к сожалению, по каким-то причинам они решили не участвовать в этом мероприятии То есть, по сути, была новая команда уже По сути, была новая команда, и нам не хватало игроков Поэтому, опять же, допустим, Слава Гарпишин, Андрей Миневский Многие ребята, которые туда поехали, им жутко повезло, у них были паспорта Они не тренировались, они не думали, вообще не мечтали о том, что они могут поехать на Олимпийские игры Но были правила, там, большие штрафы, если приезжает не комплект А комплект должен быть, по-моему, 21 человек вместе с докторами, с тренерами То есть, получается, ехали те, у кого были документы даже Да, так оно получилось Прямо в аэропорту Славу Гарпишина сняли с самолета, вручили Он говорит, куда? На Олимпиаду вы еще с ума сошли? Я два месяца в Молдавии сидел Какая Олимпиада, вы что? Ну, так оно получилось И так оно получилось Ну, выиграли за счет чего? В 92-й год Вы знаете, за два года я как-то подсчитывал Мы были в командировках на сборах Дома, по большому счету, мы прилетали в последний день с Москвой И на следующий день, там, два часа, по-моему, был самолет Мы улетали обратно Мы утром тренировались, меняли вещи И, как говорится, улетели опять куда-либо Мы встречались со своими ребятами на турах прямо где-то Где были очередные туры Команда «Скаминск» ехала в одном направлении В сборную Советского Союза ехала в другом Наверное, за счет того, что сыгранность За счет того, что был дух коллектива И два года провести вместе И у нас было огромное желание это сделать Нас было мало, но мы были в тельняшках Мы, в принципе, всю Олимпиаду отыграли одной семеркой Дайте вспомнить Команду в 88-м году Команду по гонболу Сборную СССР назвали На сколько я помню, команда «Мечты», нет? В 88-м году Да, команда «Мечты» Вас никто никак не рассчитывал, получается Я не знаю, как нас обозвать Как команда «Мечты» Или «Удача» Или «Трудяк» Или «Трудяк» Я не знаю Но то, что в 88-м году был потенциал Потому что всех это удивило Это была методика Спартака Петровича Ребята, которым 2-0-3, 2-0-5 Они неслись не медленнее, чем Корошакевич И это было что-то удивительное Они были технически подготовлены Могли делать все, что угодно Вернулись вы уже в звание чемпионов Олимпийских игр В Минск И? И? Вас встретили или нет? Нас встречали в аэропорту, да Очень было много поклонников этого вида спорта Это было очень приятно А военные нам играли Так как команда «Оскаминск» Были марши, это была живая музыка Мурашки по телу Ощущали в тот момент, что вы олимпийский чемпион? Это же фигура значимая Либо нет? Нет, я лично не ощущал Когда вы это ощутили? Или осознали? До сих пор не осознаю и не ощущаю Хорошо После того, как вы стали олимпийским чемпионом Страна развалилась Ганбула в принципе в Балаусе не стало Можно так сказать Он был, но не в том уровне Вы уехали за границу И вот в тот момент Вот, насколько я помню Мы с вами говорили Вам предлагали сменить гражданство Не один раз Когда вы ездили Почему не сменили? Почему все-таки гражданин республики Беларусь? Наверное, там, где родился, там и пригодился Если все мы будем уезжать Кому-то комфортно, кому-то дискомфортно Было сложное время Всем нужно было кушать Поэтому пришлось уезжать Не хватало того же самого финансирования Непонятно, что могло бы быть Но опять же, благодаря Спартаку Петровичу Остался гандбол в Беларуси Дальше это все шло, шло, шло И повезло, что пришел Коноплев Владимир Николаевич На сегодняшний день Столько отстроено площадок Столько сделано Если кто-то не замечает Идут всегда живые дискуссии Но в это очень много вложено души Очень много вложено души А то, что я остался в Беларуси И остался белорусом Ну, наверное, это моя жизненная позиция Говорим мы, что у нас в Беларуси год малой родины Андрей Барбашинский, наверное, никогда не забывал Что он из Ашмиана И очень часто там бывает Поддерживает юных спортсменов Кроме того, вы поддерживаете гандбол И в Гродно Он все-таки областной центр, одна область И буквально вот на этих выходных Был турнир областной На призы Андрея Барбашинского Почему поддерживаете гандбол? Я бы сказал так Есть турнир на призы Андрея Барбашинского Он проходит в Ашмианах Это детско-юношеская гандбол А в Гродно проходил Открытый чемпионат Гродненской области Среди мужчин Да, многие говорят любители Но эти любители, они все прошли через школу гандбола Просто у них есть огромное желание Не лежать дома на диване А встречаться, общаться, тренироваться Поддерживать какую-то свою спортивную форму Поэтому Эта популяризация, это здорово Это здорово то, что это происходит И есть такая возможность Но почему? Почему Андрей Барбашинский все-таки решил? Кто, как не я? Сложно ответить Мне Моя семья задает часто такой вопрос И я не знаю на него ответа Лучше не лукавиться сказать На самом деле не знаю Это какое-то повеление души и сердца Какое-то Я всегда говорю так Один раз гандболист, всю жизнь гандболист И ты что-то хочешь что-то сделать Что-то не наследить в своей жизни А оставить след Что-то привнести Не оспаривать, не спорить Не интриговать А поработать вместе с сегодняшним местным управлением Региональным управлением Потому что это благое дело Здоровые люди, здоровая нация Ничего другого Немножко пойдем дальше по биографии А затем Андрей Барбашинский Гандболист, олимпийский чемпион Становится бизнесменом Предпринимателем Предпринимателем, да Это русское слово Согласен Как так получилось? Вы знаете, удивительно Но я благодарен Я имел честь защищать некоторые клубы Вместе с ними проводить определенные сезоны И последняя моя, как говорится Последняя гавань спортивная Это была Германия В этом клубе Наказался тренером Голландец Против которого я играл И так получилось Что я защищался в защите А он левша И мы очень часто соприкасались Неуступчивый Но он говорит Ты много меня побил Побил так По-хорошему Не бил А именно по-игротски Так жестковато обходился с ним Ну вот он пытался на мне отыгрываться Перед этим был Франк Микаэль Валь Который сказал Это ты специально так сделал Чтобы я не поехал на Олимпийские игры Я запомнил Я говорю Нет Это не специально У нас нет такого Чтобы мы специально калечили кого-либо Даже своих соперников Это могла быть роковая случайность Но если он так говорит Если ему так хочется Это ради бога Поэтому Когда это была моя последняя гавань Голландец сказал Андрей Спорт не вечен У меня был бессрочный контракт Он было прописано Играй столько Сколько ты хочешь Но к сожалению Здоровье И доктор команды Который нас обслуживал Угорь Замбовский Он сказал Это его было решение Я больше не буду его колоть Как поросенка У него есть жизнь Мне было 31 год К сожалению Травмы навалились И я пошел попробовать Свои возможности Вот в этом предприятии Текстильном Котором я на сегодняшний день Имею честь работать Причем не будем скрывать Лукавить Довольно качественная продукция получается Ну оно получается Сегодня есть Висят бигборды Я ассоциирую И пытаюсь рассказать Своим коллегам Что Белобидник Это немецкая компания Немецкое качество Соответственно Олимпийский чемпион Это тоже высшее качество Поэтому Мое лицо там Не ради политики А ради подтверждения Того Что мы делаем Рассказывали вы Что Бывая там В Германии Вас все равно узнают И воспринимают Как игрока Не ушедшего С площадки Да вы знаете Четыре раза в год Совет директоров И учредители Встречаются В Германии И мы проводим Такие Двухдневные Обсуждения Куда нам дальше идти И что нам нужно делать Получается так Что вечером У тебя есть Какое-то время И ты не сидишь А выходишь прогуляться И когда ты гуляешь То болельщики В этом городе Они тебя узнают И спрашивают Барба У меня было прозвище Барба-папа И говорят Барба Ты приехал к нам играть? Нет Я конечно Хотел бы вам помочь Но уже не в этом возрасте И это приятно Ты приходишь на трибуны Сегодня ты смотришь Это все как болельщик Иногда хочется снять Там куртку Пальто И выйти Надолго не хватит Но выйти Каким-то образом Тоже вместе Поиграться с ребятами Андрей Было ли желание Скажем так Оставить предпринимательство И попробовать себя В качестве тренера? Вы знаете Либо еще Не дошли до этого периода Я приехал В Гродно Восемь лет тому назад И живу Три года прошло Пять лет тому назад У меня спросили А где ты живешь? Я говорю В Гродно В смысле в Гродно? Все удивились В субботу У меня тоже спросили Вы не часто бываете? Как бы вас поймать? Я говорю Так я живу здесь Я доступен Тогда Когда я приехал В Гродно Я уже прошел этап С Георгием Свериденко Мы вдвоем Он главным тренером Я просто тренером Мы трудились В национальной команде Соответственно Национальная команда Нужно было Принимать решение Все-таки Это будет спорт Или это будет предпринимательство На тот момент Я выбрал предпринимательство Гродно Вы в Гродно живете Гродно стал для вас уже Вторым Или там Третьим родным городом Он для меня всегда Родной город Я же рожденный В Гродненской области Есть моя малая родина Есть родина Где я вырос Это Минск А в Гродно я живу Самое любимое место В Гродно У вас Вот приехали друзья Куда повели? В Коробщице Это самое Наверное для меня Уютное место Я очень люблю Посещать Коробщице Оно немножко поодаль Знаете Есть такая история Когда мы были популярны Когда практически каждый день Писали газеты Нас узнавали везде В троллейбусе В метро Люди смотрели трансляции Которые транслировались В час ночи В два Мы где-то неудачно сыграли Поэтому есть такой Какой-то Наверное Внутренне Ты пытаешься Вот Просто пройти Как человек Чтобы на тебя Никто не обращал внимания Но к сожалению Даже там не получается Потому что Многие Кто работает В Коробщицах Так или иначе Узнают То есть до сих пор Слава все-таки Вас не отпускает Пусть меньше Но не отпускают Не меня Это народ Я абсолютно Простой Раньше Я даже стеснялся Сегодня Если у меня спрашивают Вы ли это Я говорю Да, это я И улыбаюсь Спасибо Говорю, что узнали Андрей Поэтому мы поддерживаем Мероприятие Взрослых Мужчин Есть мечта Есть надежда Что это может Получиться Сегодня это есть У женщин Но это В двух турах А у мужчин В четырех Для того, чтобы Дети смотрели И брали с этого пример И шли в этот зал Что там хорошо Что там комфортно Не организовывать Школы Интернаты Академии Суворовцев Для того, чтобы они Посмотрели, что такое спорт А цель Или мечта Чтобы ребенок Просыпался И знал Что в Гродно Проходит чемпионат Или тур И он говорил своим родителям Мама, папа Через два часа Нужно быть там Вот это Самое хорошее Что может быть Когда они Автоматически забудут Что у них есть планшеты Они забудут о том Что Есть компьютеры Они будут идти в зал И не важно Ганбол Это футбол Или хоккей Это Здоровье нации Они пойдут На стадионы В залы В бассейны И это здорово Андрей, раз мы заговорили Про турнир Для взрослых мужчин Немножко мы обсуждали До эфира С вами планы Какие планы по турниру Я так понимаю Вы хотите не только здесь В Гродно его проводить Туры Хотите немножко И по области Мы сегодня Запустили в таком формате Оно присутствовало В таком формате Это четыре тура Среди мужчин Сегодня есть уже даже Желающие из Российской Федерации Мы хотели бы еще Пригласить наших Литовских друзей И это уже будет Открытый чемпионат Потому что В Гродненской области Участвовала команда Из Бреста Из Буга Западного Буга Поэтому Это уже интересней И Если этот проект Получится Конечно Это нужно делать Не только в Гродно Это нужно делать Во всех ОЛК Где есть стандартная площадка Для мужчин и женщин Точно так же Это Предположительно Ашмяны Это Предположительно Зельва Там есть стандартные площадки Но Когда мы выходим На площадку Мы должны понимать Мы не для себя Это делаем Мы это делаем Для того Чтобы привлечь К себе внимание И народ Перейдем К тому самому Философскому вопросу Который мы с вами говорили В 90-е Успела СКА Пошуметь Успела сборная Тогда в великой стране На ваш взгляд Почему Вот сейчас Вот не так сильно Выстреливает Все Спорт Игровом Именно Вы знаете Ну и гонбол В частности Хотя гонбол Я бы не сказал Потому что Наша команда Сборная все-таки Успела Покуролесить Скажем так На великий чемпионат Ну Опять же Если взять 90-е годы То там работала Система Советского Союза То есть Это все было Централизовано Вся страна Или вся республика Работала На одну команду На единую цель Найти лучших Из лучших Для того Чтобы собрать В спортивном интернате 15-16 человек Проходило отбор Тысячи человек Если взять Сегодня То в каждой Области Есть своя команда Им нужна Подпитка То есть Это развитие С Семи Девяти лет Это Огромные Колоссальные С одной стороны Затраты Если мне память Не изменяет Содержание Одного спортсмена В год В спортивном интернате Обходится На сегодняшний день 6 тысяч долларов Это без поездок Это питание Обучение Это учителя И все остальное Это чтобы он мог Тренироваться Два раза В день Если мы сегодня Нацелены Сегодня на сегодня Получить результат То это конечно Борьба Это конечно Легкая атлетика Это конечно Индивидуальные виды спорта Как вот у нас Говорят ИПшники А если мы Желаем Чтобы О нас Говорили То это Игровые виды Спорта Игровые виды Спорта Они Создают массово Что нас объединяет Спорт И музыка Наверное В завершении программы Хочется много с вами Говорить Все таки Время бежит Рамки ограничены Я не знаю Совет Или Не совет Давайте скажем Слушателям И телезрителям Спорт Это нужно заниматься им Или нет Либо ходить просто на него Спорт Это Здоровье Профессиональный спорт Это наверное Здоровье и успех Но Так или иначе Нужно заниматься спортом Неважно Любым Не сидите на диванах Идите На арены В зал В бассейн Приходите на чемпионат Открытой области И это тоже Но Занимайтесь Занимайте активную позицию Спасибо огромное У нас был Чемпион олимпийских игр И предприниматель Андрей Барбашинский Андрей огромное спасибо Я думаю что мы не прощаемся с вами Обязательно еще раз Встретимся здесь В студии радио МФМ В программе Буду рад Спасибо большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому